Шаргейм Итак, не буду забегать, начнем по порядку. Первое, что бросилось мне в глаза, это маленький вес игры, около 30 мегабайт. Но, заверю вас, размах игры немал, да и масштабы вы уже могли оценить, смотря на меню игры, которое выполнено в пиксельной графике, как и сама игра. Меню простое и удобное, в нем без всяких затрудений можно сделать игру на весь экран, а также изменить язык, что очень важно. Кроме поддержки геймпада, мы можем ознакомиться с управлением. Добавок ко всему, в игре есть режим Roguelike. Это режим, в котором уровни генерируются случайным образом, из заранее заготовленных частей. В данный момент этот режим бесконечный, и в нем нет сохранения. Сюжет игры незамысловат. Мы выступаем в роли ниндзя из клана Черный Лотос, который должен вернуть захваченной Японии мир и процветание, расправившись предварительно с самими захватчиками, ее предводителем из стального когти, призвавшего 9 демонов. Для этих целей у нашего героя вполне серьезный арсенал. Катана, гранаты, сюрикены и другое дополнительное оружие и ресурсы, которое можно купить у торговца или попросту скрафтить из собранных ингредиентов. Кромсать всех налево и направо не получится, ведь главный герой ниндзя не мясник, и им придется совершать скрытое убийство, тем самым получая меньше урона, и следовательно, таким образом получится больше заработать денег, за прохождение каждого уровня. За убийство же врагов получаем опыт и прокачиваем своего персонажа, открывая различные комбо в древе умений. Что касается врагов, они разнообразны, у всех довольно приемлемая анимация и атаки. Но игра была бы не игрой, конечно же, без боссов. Они тут есть, и разбираться с ними одно удовольствие. Одним словом, если вы решили почувствовать себя ниндзя из клана Черный Лотос, то имейте в виду, игра стоит в стиме 7 долларов 99 центов. Заверю вас, цена весьма оправдана, ведь это действительно стоящий проект, сделанный мне на скорую руку. А на этом, мое небольшое видео подходит к концу. Всем удачи и до скорых встреч на канале Shark Game.